Пусть те, кто прочитал часть благословителей, хотя бы шестьдесят, а те, кто ничего не прочитал в тридцать, а нам не сказать благословительность. Тридцать тоже хорошо, правильно? Мы сегодня об этом тоже будем разговаривать. И вход в призвание. Это то, что, как я верю, что со мной Бог начал разговаривать, что такая тема нужна, и мне захотелось ее дать. Потому что я считаю про себя, что я уже вошел или вхожу, или уже в процессе нахожусь и могу уже что-то об этом говорить. Уже что-то мне открыто из этих моментов, что же это значит. И мы вот, если помните, я вам дал эти примеры. Мы сказали, что нужно прочитать эту историю Гедеона, нужно было прочитать историю Моисея, нужно было прочитать историю Давида, Исфири и Неймии, да? Я еще хотел сказать еще о Иеремии, почитайте, потому что это то же самое. И вот в этих историях, почему вот их нужно, ну вот мне захотелось, чтобы вы их прочитали, ну потому что вот там есть определенные вещи, которые очень похожи, когда работают именно, да, когда мы видим, что есть некая система, есть некий вот образ для того, чтобы войти в свое призвание. Что значит войти в свое призвание? Ну, это по сути стать тем, кем Бог запланировал, чтобы ты стал. Не кем ты думаешь, что ты, но вот именно стать тем, кем Бог запланировал. Да, то, что говорит апостол Павел, Бог избрал меня в нем прежде сотворения мира. Да, Павел это пережил. Он увидел, что он на самом деле был особенный человек, особенно подготовленный Богом для особенной работы. Да, и просто вот во всех этих людях, Моисей, Едеон, кто там еще? Давид, Исфи, Неймия. Для них, для всех, для каждого из них была работа, да, было призвание от Бога, было, ну, назначенное, что они должны сделать. И, ну, мы можем так сказать, ну, мы же просто, вот сейчас уже просто христиане, просто люди, просто в центр церкви входим и уже это к нам не относится. Можете так сказать? Тогда так и будет для вас. А можете сказать внутри себя и принять то, что на самом деле во Христе мы особенные. Каждый особенный, каждый важен, каждый имеет потенциал. И этот потенциал может быть в 30, в 60 и во 100 кран для каждого человека. Я недавно слышал и слышу такое учение, что есть люди, которые в 30, есть люди, которые в 60 и есть люди, которые в 100. Может быть и это есть, если сравнивать их там, да, между собой, что-то, да. Но это больше, но для человека, который, да, если говорят, что 30, для него вот его вот эти 30 – это 100 процентов. Понимаете? Для другого, который 60, для него 60 – это 100 процентов. И для третьего его 100 – это 100 и 100, да. Поэтому для каждого человека есть 30. Ты можешь быть на 30, может на 60, может на 100. По жизни Давида мы можем это увидеть. Давид входил в три своих призвания. Какие его призвания были? Певец. Да? Человек, который играет на музыкальном инструменте, поет. И можно было остановиться на этом. Можно было остановиться на этом. Это было бы уже круто. Он был певец в доме царя. Да, на самом деле, это вот, понимаете, все. Можно на этом остановиться и сказать, вот мое призвание. Но он на этом не останавливается. Он потом вводит его во второе призвание. Какое второе призвание? Войн. Нет. Второй воин. Когда он побеждает Гориафа. Вот. Да? Тоже входит в свое призвание, становится воином, великим воином, военачальником. И тоже можно было бы на этом остановиться. Правильно? Уже достаточно. Жизнь сложилась. Правильно? Но Бог ведет его дальше. У него есть пророчество. И он входит в третье свое призвание. И это царь. Аминь. И я считаю, я вижу, что каждый человек может в своей жизни то же самое. Есть для тебя 30, есть для тебя 60 и есть для тебя 100. И на самом деле, каждый из нас может, ну, понимаете, вот у Давида, у него, его стол, оно ему маячило, как в самом начале. Вот. Пэ, пэ, ты царь, ты царь, ты царь. Да? Поэтому мы можем тоже проверять. Вы можете смотреть в свое сердце, в свои мечты, что Бог закладывал, что Бог говорил, потому что я уверен, что Бог говорит. И говорит. И мы должны понять, что это не значит, что все должны стать царем. Просто это твой пик твоего призвания. Это твой уровень. Может быть, потому что твой уровень будет. Понимаете, вот я недавно был на тренинге таком, ну, христианском. Мы говорили о фандрайзинге. Знаете, что такое фандрайзинг? Ну, это работа с благотворительными фондами. Это очень важно. И была женщина, которая, вот, ну, с начала девяностых, она была, знаете, баптисткой сначала, вот которую Бог начал призывать быть человеком, который находит средства для проектов, да, различных, благотворительных, для детей, для чего-чего-то. И она, на самом деле, так в этом преуспела, так развилась в этом, да, что она уже в ООН выступала. Представляете, вот она, и она вот нам как бы рассказывала, то есть, да, и, бывает ли, там, для нас пойти для какого-то найти, там, проект или для кого-то найти, там, десять тысяч рублей или сто тысяч рублей, это мы будем прыгать вверх, да, а она миллионы привлекает. Понимаете, просто из-за того, что у нее уже есть имя, у нее уже есть эта платформа, на которой она находится, да, и на самом деле, как бы, ей, она определенный специальный инструмент для специальной работы Бога, понимаете. Поэтому, вот это вот, то, что мы сами не должны ограничивать Бога, да, вот своим призванием, она вот когда-то пошла в это, она там работала с, началось у нее все, она начала женское служение. Просто вот она начала женское служение, о котором тогда речи быть не могло, в аптистской церкви. Представляете, женское служение, она рассказывала, она говорит, что это, ну, это было что-то нереальное, но Бог начал туда влечь, она вот, ну, там ее выводил, вводил сильное свидетельство. И поэтому я просто к тому, чтобы мы не ограничивались на том, что вот, ну, есть только в церкви служение либо певец, либо пастор, либо там еще помощник пастора, и все, все остальные службы. Мы с вами над этим разговариваем. Царство Давида было сильным, сильным Давидом. И каждый, когда там рассказывается про каждого вот этого сильного, читали про тридцать Давида, тридцать сильных Давида, и там начинается рассказ, он победил 600 человек, этот по одним копьем там 300 уложил, эти двое остановили, когда эти побежали на поле и так далее. Вы что думаете, ну, это о чем? Это о духовных дарах, на самом деле. Понимаете? Это о духовных дарах и о том, и о разнообразии духовных даров, о необходимости, вот, ну, в том, чтобы люди разбили свои духовные дары и свои служения, да, и стали вот этими сильными, сильными Царством Божьим, сильными Давидом. Понимаете? И, ну, для меня это, ну, имеет серьезный контекст. Для нас. Для сегодняшнего времени. Вот. Поэтому, ну, мы сейчас давайте вот вначале говоримся, вот, как-то про тридцать, про шестьдесят раз кто сказал, то есть, как входит призвание, вот, как, как войти в призвание, вообще, что такое войти в призвание? То есть, как это происходит? Вот мы живем-живем, так ни о чем не думаем, мы только не говорим, вот, мне по своему призванию войти. Хочу войти в призвание. Понимаете? Призвание не входит от нечего делать. Еще один очень важный фактор, если вы посмотрите, все эти люди, когда Бог их призвал, что делают? Дело занимались. Все эти люди занимались делом, когда их Бог призвал. Моисей что делал? Пасовец. Давид что делал? Пасовец. Кто там у нас еще? Гидеон что делал? Пшеницу скалачивать. Правильно? Еще один человек, про который мы говорили, пророк Елисей что делал? Пахал. Да? И вы понимаете, вот про призвание Елисей написано там два стиха. Но самое главное написано, что Елия когда шел, Елисей был, у него было 12 порвалов и сам он был при 12. Я уже как бы когда-то говорил про это, как это важно на самом деле быть человеком делом. Не просто вот он сделал бизнес и сидел там уже, да? Если бы он там где-то сидел, то Елия мог бы пройти мимо. Да? Потому что ну 12 порвалов, сдавай в аренду и все нормально. Правильно? Но этот человек как бы был еще при 12. И это отличительная черта тех людей, которые Бог будет призывать в призвание. Трудолюбие и человек, я это называю как бы назвал человек делом. Каждый из них был человеком делом. Моисей попытался войти в свое призвание, когда был вот этим принцем египетским, да? Когда, да? И у него не сразу получилось, что Бог сказал, но другими словами, иди, сначала Авиаспаси, сначала тренируйся. И на самом деле вот это вот, ну тоже очень важный момент, да? Что я понимаю сейчас, что сейчас вот я для вас это говорю, что это сейчас не для каждого вот входить в свое призвание. Я больше, да, для многих хочу мечту посеять. Кому-то точно уже пора входить, да? Вы будете смотреть на свое сердце, что является входом в призвание. И мы сейчас об этом скажем. в призвание. Но сначала, в любом случае, есть мечта. Моисей, он начал об этом мечтать. Он увидел, он понимал, что он особенный, что он особенным образом спасен был. Он начал переживать за свой народ и попытался войти. Он попытался войти как принц с властью, с властью от этого мира, и ничего не получилось. Бог сказал сначала туда, сначала тренироваться. Давид был, именно поэтому и избран, что Давид на самом деле, да, мы можем сказать, что Давиду было четыре призвания. Первое – это вот пастух, да? Вот в этом первом призвании его, когда он был пастухом, у него было все. Он был и певец для них, да? Потому что он там учился играть и петь во время того, когда они послезли. Он был и воин там, потому что когда приходил лев и медведь, да? И царем над ними тоже был. Он был пастухом. Поэтому у Давида была вот эта вот практика, да? Я бы сказал, это практика в церкви. Понимаете? Практика духовного возрастания, где ты серьезно относишься тем обязанностям, тем ответственностям, которые тебе дают. Потому что, ну, вот без этого никак, ребята. Без этого, потому что если мы будем просто, как бы, такие, приходить в церковь, как прихожане, ну, навряд ли, навряд ли Бог нас ведет в призвании. Понимаете? Потому что, ну, ему нужно, чтобы человек уже был подготовлен. Я рад, что в моей жизни вот я попал в реабилитационный центр, где нас там научили очень четко. ходить строем и, ну, как это, да? Не ходили мы там строем, но выполнять обязанности, ответственности и выполнять их от всего сердца. И выполнять их, когда никто не видит. Понимаете? И помню, я вот, когда пришел в церковь Ярослава, и я был готов, я был, как бы, подготовлен. Ярослав, он так нежно, так ротко, ты не мог его привести, а ты не мог его увести, я бы, конечно, мог бы, конечно, мог бы. И я видел, как он радуется, и говорит, ну, как ему приятно. И я думаю, чего там такого вообще? Для меня это вообще ничего. Я привык быть в кем, я привык все вообще, ну, как бы, у меня даже вопрос не стоит. То есть я мучился от того, что мне ничего не говорят, как бы конкретных вещей. А когда мне сказали, это мне вообще ничего не значит, что мне пастор сказал, что мне нужно что-то сделать. Ну, и потом я понял, когда уже здесь пожил, и когда вот сам сейчас начинаешь служить, ты тоже знаешь, что ты не можешь это сделать, если нетрудно это сделать, а вы можете вот это вот сделать. Я тоже такой же уже стал, боюсь всех. Боюсь, как бы, вот, никому-то не сказать что-то не так, что попросить кого-то. Понимаете, это ненормально, это ненормально. Но, да, меня эта реальность тоже изменила, поэтому, Ярослав, я теперь тебя понимаю. Но, если мы хотим действительно что-то, мы должны, здесь я уже про слово «должны», я не люблю слово «должны», но здесь как без этого, я не понимаю просто, как без того, что человек понимает, что ему нужно что-то делать, ему нужно что-то делать для Бога. Мы сколько времени тратим для себя, зарабатывая, там, учаясь, там, делая какие-то вещи. Иногда для церкви мы, ну, вообще, ну, как, не участвуем. Не хочу, потому что я просто знаю, что сейчас это дух определенного времени. Понимаете, это не то, чтобы вы виноваты. Это виновата вот, ну, сама система, атмосфера, там, и так далее. Того, что просто вот есть такая данность. Поэтому я вас просто призываю к тому, чтобы мы постепенно как-то начали это менять, понимать, что вот, ну, должно быть как-то по-другому. Моисей увидел куст, да, горящий огнем. Куст был терновый. И я спрашивал, я вот задавал, я ребят вам спрашивал, говорю, вопрос, что бы мог значить вот этот куст, как вы думаете, да, что бы мог этот куст значить. Подумайте, я вам как бы дам 30 секунд. Но я раньше по-разному я воспринимал это. Я и проповедовал на эту тему давно, что Моисей увидел некое сверхъестественное явление, которое привлекло его внимание, которое вот его, вид его привлекло. Потом говорили, что вот мы селил куст, который горит или сгорает. И есть такая пробка, что вы должны быть этим кустом, которые горят или сгорают. Наше христианство должно быть вот этим вот огнем и так далее. Но я нашел такой стих в Исаии. Давайте откроем Исаии 9 глава. Что такое вход в призвание? Мы говорим. Восемнадцатый стих. «Ибо беззаконие, как огонь разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает чащик леса и поднимается столпой дыма. Ярость Господа Салаух опалит землю, и народ сделается как бы пищей для огня, не пощадит человека рада своего». Вот когда-то я читал Исаию, и я увидел этот ключ, что беззаконие возгорелось, как огонь, и пожирает оно пустарник и колючий кустарник. Да. Не ту ли картину увидел Моисей? Горячий терновый куст, который горит. Тогда я решил подставить и увидел, что действительно это так. Что привлекло внимание Моисея? Что вводит Моисея в призвание? Горячий терновый, беззаконие, которое творится. Что за беззаконие творилось во время Моисея? Это народ, который жив, который кричал к Богу из-за вот этих условий, что Бог спаси нас, Бог помоги нам. И именно с этим на самом деле Бог и начинает говорить Моисею. То есть он говорит ему из этого пламени тернового хруста, говоря, что я вижу, я вижу, дошел до меня вопль народа моего. Я вижу. То есть о чем это говорит? Мне это говорит о том, что Бог делится с Моисеем, делится своим помазанником своим переживанием. Поэтому для меня первостепенный вход в призвание – это переживание о том, что происходит, о том, что происходит, какая реальность. И вот в какой сфере Бог показывает тебе беззаконие на самом деле. Где ты видишь беззаконие? Ну вот, понимаете, да? И поэтому, если мы посмотрим на самом деле, мы увидим, что все люди, которые входили в свое призвание практически, они приходили из-за того, что они видели вот это творящееся беззаконие. Основным толчком для того, чтобы человеку войти в призвание было беззаконие. Вот им Давид, когда Голиаф, да? Что такое? Вот этот вот Голиаф огромный. Ну что вы всех там? А? И вот 40 дней он их обливает, и они все там. Какой большой? Какой здоровый? Какой сильный? Что нам делать? И так далее. И приходит, и тут Давид просто вот. Чего-то услышит? Что там такое? Это что там такое? Как он может это делать? Вы что тут все, ребята? И вот, ну и начинает Давид, понимаете? То есть он понимает, что-то коснулось его ухо, что-то коснулось его всех. Вот это огромное беззаконие, которое надмивается над народом Божьим, которое вот держит их в стахе, в трепете, да? Понимаете про что я говорю? Духовные вещи. И сейчас, ну, сейчас полно вот этого тоже, да? Поэтому мы можем говорить, ходить в страхе. Какой? 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 Кто же мог убедить? Какой? 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 Или можем начать по-другому. Ну а где же Бог? Да? Ну где же Бог? Смотрим Гидеон, да? Выколачивает пшеницу. Почему? Потому что мы дионитяне грабят, да? И вдруг вот, да? Вот тоже, да? Мы дионитяне и Гидеон, и они на 7 лет были преданы, и вот, ну, просто приходили вот эти орды огромные, огромные просто, да? Написано, несчестье, как саранча. Просто приходили и все поедали, поедали, поедали. Это о чем говорит? Экономическая проблема, правильно? Мы сейчас, ну, мы так вот все вот эти войны-то смотрим, а тут на самом деле, ну, как бы, идет на экономическую проблему. Как ее решить, да? Все церкви в нищете, да? Большинство церквей, как бы, в нищете, дух нищеты. Что, ну, и не только церкви. Народ в нищете вообще, экономика в нищете. Банки насели, да? Вот это вот, да, со своими огромными процентами. Банк на банке, кредит на кредите, давайте. И так далее. Кто что-то сделает здесь? Кто встанет на самом деле? Ну, как вы понимаете, поэтому, ну, направлений много. И вот, ну, вот это вот беззаконие. И Гедеон, он, а Гедеон придумал, у него стратегия. Знаете, да? Гедеон придумал, у него стратегия. Он в точиле, в котором надо вино делать. Он там шиницу молотит. Понимаете? Это человек откровения. Это человек откровения, он уже придумал, как можно вот в это вот время что-то делать по-другому, да? Он, как бы, вот это вот, уже начал практиковать в своей жизни. Потому что здесь, ну, как бы, время собирания пшеницы, оно на месяц раньше, чем время собирания винограда. Посмотрел, в словаре, в Израиле, да? Что... И он думает, я сейчас здесь буду это делать, но это никто не найдет. Знаете, как выглядели точилы, да? Они находились там, ну, ближе к пещеру, там, где камни, там, такие углубления, как бы, большие. Вот он там вот выколачивал. И поэтому, когда ангел Господень приходит, он говорит Гедеону, «Встань, муж сильный». Почему это я, муж сильный? Потому что, вот, ну, ангел застал. И, на самом деле, скорее всего, это был человек от Бога. Потому что, ну, тогда вот ангелами часто назывались, ну, как бы, монах, да, грубо говоря, такой вот пророк странствующий, да? То есть, ну, в виде человека, скорее всего, это было, да? То есть, потом мы видим там, сверхъестественно, он вознесся. Но это был человек, который, как бы, вот увидел, да? Ему было вот, смотри, какой, а? Продуманный. Вот он, на самом деле. Вот кто нужен-то, да? И вот он ему пророчествует, да? Встань, иди, да, и спаси. И он говорит, да куда, как? И он начинает говорить, да, а где Бог? И он ему говорит, иди с этой силой твоей и спаси народ мой, да? От руки монтианитян. И там вот у меня есть три. Почему вот в Библии так интересно говорит, что иди с этой силой твоей? И мы не знаем, что за сила. То есть, он не вот, он просто говорит, иди вот с этой твоей силой и иди. И у меня были разные иногда ответы на эти вопросы. Сначала вот просто первая сила, это вот эта вера отцов переданная, что когда он говорит, а где Бог, который вывел нас из Египта? Почему нас это бедствие постигло? И да, и уже на это можно сказать, вот с этой силой и иди. Потому что ты веришь, на самом деле, что у вас есть Бог, да? Что ты не обычный человек, что вы тот народ, у которого есть Бог. Вот с этой силой и иди. Вторая сила, да? Второй момент, это действительно ревность, да? Ревность. Почему постигла нас? Мы же Божий народ. Нас постигло это бедствие. Почему? И, ну, мы должны, понимаете, вот, ну, я сейчас говорю о входе в призвание. Что у нас, на самом деле, должна взыграть ревность, да? Иисус говорит, да, Иисус цитирует, кого он там, пророков кого-то, да? Что ревность по Доме Твоем снедает меня, да? Вот эту вот ревность по Дому Божьему. Вот это вот понимание того, что мы-то Божий народ, на самом деле. Мы-то те, с кем Бог, если Бог с нами, то кто может быть против нас? Почему так все плохо? Почему так все трудно? Почему не можем людей спасать? Почему? Почему? Вот этот вот вопрос должен быть. И этот вопрос должен быть внутри. Он должен кипеть. Он должен быть. Пускай на него еще нет ответа, но этот вопрос должен быть. И это первое то, что должно быть. Почему это все происходит? Почему так все происходит? Потому что не можем просто сказать, ну, вот так все происходит. Вот такое сейчас время. А можно сказать, ну, а где Бог? Где Бог? И ему говорят, иди с этой силой, твоей. Это вторая версия, да, что это может значить. Третья версия мне сейчас больше всего нравится. Это вот именно то откровение, что Гедон особенный человек. Он человек с гибким умом, с умом, который думает, который решает проблемы по мере поступления. Понимаете? Некоторые думают стереотипами, как должно быть, все с голоду умрем. Но нет, он решает. Если я сейчас буду пшеницу выкалачивать, придут, у меня все заберут. Я тогда должен найти способ. Где меня искать не буду? Вот там меня точно искать не буду. И пошел выкалачивать для того, чтобы накормить. Понимаете? Он применил откровение. То, что так же Давид поступает. Давид, когда Голиаф уничтожил, он применил откровение. Он применил то, что не применялось до этого. Проща и камень, это не было больше оружие. Это было как рогатка. Понимаете? Он зверей диких отгонял этой пращой. Но он так хорошо ей научился пользоваться, что от него никто не ожидал, что он сможет это сделать. Понимаете? Фактор неожиданности. Фактор откровения. Он взял эти пять камней. Я раньше когда эту историю слушал, я слушал о неком таком сверхъестественном. Он такой Давид. У него суперсмелость, как это он был обычный человек. Но он понял, что, слушайте, есть шанс. Есть шанс. Вот эта дыда огромная. Она же не понимает ничего. У него же голова не соображает. Вот там он здоровый. Я с ним не собираюсь биться близко. Я не собираюсь к нему подбегать. И поэтому он взял пять гладких камней. Ну, я говорю, по-разному может пять, потому что пять было у него. Тут мне говорят, что пять гладких камней, потому что у этого было пять братьев. Но бывает это вот, ну, иногда вот извращение в откровениях, когда мы... Хотя, может быть, и там бывает какая-то глубина, на самом деле. Но вот в этой конкретной ситуации пять камней, потому что не был уверен, что попадет с первого раза. Понимаете? Не был уверен. И... Вы знаете, как она выглядела у врача? Он на руку наматывался. Понимаете, то есть, ну, тут камень там берешь и на руку намотал. То есть, ничего вообще не видел. То есть, он... И написано, он взял палку. Зачем он взял палку? Отвлекающий маневр. Отвлекающий маневр. Аминь. Отвлекающий маневр. Он взял палку, потому что Галяр говорит, что ты на меня с палкой идешь? Я что, тебе собакушу? Да? И все. Да, с палкой на тебя, придурок ты. Огромный, да? Мы там записываемся. Ничего страшного. Но, на самом деле, он еще позже ему сказал. То есть, он начал этого... Он начал его оскорблять. Он начал всячески уходить из себя. Просто... Да как ты еще мог? Я тебе сейчас... Ну-ка, иди сюда. Давай, давай. Сейчас я тебе башку отрублю. И там была вот примерно такая ситуация. И тот всю голову потерял вообще, что... И Давид так близко подошел, что уже, на самом деле, все. И тот... Вот, понимаете, что нужно было Галяр? Фрю щит был огромный. Вот просто так сделай и все. Понимаете? Что для каждого времени есть что-то, что Бог может дать нам, как победить. Понимаете? И в определенный момент будет открыто, что делать. И я здесь не вижу, что вот Бог ему говорит, что делать конкретно. Давид. Давид сам придумал. На него пытались одежду надеть. Вы понимаете, вот тоже вот это вот очень важный момент, да? Надевание одежды. Это страшное дело. Вот этих вот доспехов Сау. Ведь от них так трудно отказаться. Фу, так красиво выглядит вообще, да? Ну, можно вот в них ходить. И поэтому я говорю, что мы можем, ну, подстраиваться под что-то, да? Это как представление, можем даже надеть. Но надо быть вот собой, на самом деле. Нужно знать себя. Нужно просто быть собой для того, чтобы сказать, нет, мне неудобно. Мне в этом неудобно. Он просто начал ходить, говорит, мне неудобно. И снял. Это нелогично, это непонятно. Ну, как же воин там, тот же он весь в доспехах, а ты как? Ну вот, я так, есть у меня план. Понимаете? И он идет вот с этим вот планом и побеждает, на самом деле. С отвлекающим маневром, неожиданно. То же самое идет. Пример, да? Иди с этой силой твоей. Нестандартное мышление у человека, да? Он уже мысль как-то нестандартный. Иди с этой силой твоей. И тоже там вот эти вот разные моменты есть, которые мы можем рассматривать, которые должны произойти во время твоего входа призвания. Знаете, какая проблема будет, когда ты будешь ходить в свое призвание? Близкие твои будут против этого участка. Вот оно так присутствует. Я не знаю, как это происходит. Но ты иногда не найдешь в своих близких там о той поддержке, ты будешь думать, ну как же, это же от Бога. Я же чувствую, а ты встречаешь сопротивление. Вот Давид, да? Он идет, он начинает, он начинает разговаривать, да? Он начинает спрашивать, да, что там за Голиаф и что-то оттуда тому, кто убьет. И тут брат его старший говорит, я знаю твое сердце. Чего ты пришел сюда? Чего ты интересуешь? Ты на сражение пришел, да? Представляете, вот он сталкивается, да? Давид входит в свое призвание. Он чувствует, да, что он тут должен быть. У него есть весть, у него есть откровение. Он пытается, а так и приходит оттуда, откуда не ожидалишь на самом деле. Саул его поддержал, тот, кто потом гнал его, да? Но ближние его не поддержали. Кто бы пытался останавливать Иисуса? Его ближние. Пришли мама, и братья стояли вне, и говорят, и им сказали, что он с ума сошел. А мы заберем, сыночка. Понимаете? На самом деле, я рад, что я, ну серьезно, я заметил, что, вот знаете, вот пока я не входил в свое призвание, вот сейчас, да, у меня со всеми были отличные отношения. С родственниками – отлично. С друзьями своими, с христианами – отлично, и нормальные отношения. Но как только я начал двигаться, начал служить Богу, начал просто быть самим собой, говорить то, что я на самом деле думаю, то, как я вижу, да, и пытаться вот, да, ну, противостать вот тем проблемам, которые я вижу на самом деле. Говорить об этом так, как есть, все, я начал встречать сопротивление. Начал встречать сопротивление. Некоторые уже, кто со мной не разговаривает даже. Ну, я с некоторыми тоже не хочу разговаривать. А, там, и с ближним, я говорю, вот, и с братом, даже с родным были у меня вот столкновения. Ну, там не то, чтобы вот прямо из-за этого, но все равно, все равно, как бы, вот, ну, я чувствовал, что на меня смотрят немножко как на человека, у которого поехала крышка. Какое служение, какой реакционный центр. Я говорю, недавно там звоню твоего родного брата, и мне уже там, ну, там, а ты что там, все, в лесу живешь, что ли? Я говорю, нет, на самом деле, я все так же живу везде, но, ну, вот так мы там строим, да, и поэтому оно может выглядеть вот так вот. Ну, я знаю, как-то, что у меня туда Бог призвал, Бог дал это место, Бог говорит, понимаете, Бог зовет, Бог влечет, Бог показывает свои картины, которые, если, когда я их рассказываю, некоторые так меня слушают с уважением, но я понимаю, что они думают иногда. Летит нормально. Летит нормально, но, вы понимаете, что я понимаю, что это нормально, когда мы защищены Словом Божьим, и вот этими, да, пониманиями. Что сделал Гедеон, когда его только Бог призвал? Первое, что он сделал, он пошел, беззаконие разгорелось, да, тоже, вот эта вот ревность по доме моему, он начал вонять порядок в доме у себя, да, Иисус там храм начал вычищать, да, Гедеон, ну, написано, боялся, днем боялся. Боялся народу. Супер человек, на самом деле, вот у него, потому что страх, это нормально, а вот тут пошел бы просто, вот как фанатик такой, срубить, да его бы там и примили бы прям эти люди. Но это нормально, что он боялся, боялся днем, пошел ночью, срубил, когда все дерево Астарта, да, или какого-то там, вот этого идола, которому они поклонялись, которому было основное проклятое, вот это вот, ну, разрубил. Поэтому, ну, беззаконие, оно как раз и заключается вот в том, что когда вот, ну, творятся вот эти вещи в темноте беззаконные, неправильные, и когда мы начинаем ревновать об этом, начинаем доставать это, да, и вот, ну, Гедеон, он что сделал? Он, он, первое, что вот у него вот это вот закипело, то есть он в нем, Гедеон пошел побеждать, понимаете? Мы сейчас о чем говорим? Вот входит призвание. Еще раз, да, то есть что, что первое, что мы должны привести в порядок, да, это вот, ну, вот эту атмосферу, где мы сами находимся, те, те вещи, которые мы видим неправильные вокруг нас. Может быть, это дом нашего отца, может быть, это то, что мы должны кому-то сказать, но никак не можем сказать. Может быть, должны разрулить какие-то вот, что связывает, я не знаю на самом деле, я не хочу, но просто я вижу это во всех практически, ну, как бы, да, призваниях, что налаживались какие-то сначала вещи внутри самого народа Божьего. И он срубил это дерево, его хотели убить, но отец сказал, пусть этот бог сам себя заступается, и его не убили в итоге, да, и он потом начал трубить трубою, об этом поступке стало известно, люди стали к нему присоединяться, и потом они победили Мадянитя, и опять победили ночью, да, потому что Гедеон пока, вот, он выколачил пшеницу с этой силой твоей, с этой хитрой, хитростью, пока он налаживал вот эти вот отношения в доме отца, он увидел, что, оказывается, вещи можно делать, и дерево можно срубить, и ночью можно срубить, и людей от этого можно отвезти, и, как бы, да, и вот у него вот хитрость, с силой уже вдохновленной, и потому что я уже, когда про эту историю рассказываю, я не вижу, что Бог сказал Гедеону, что делать конкретно, когда он побеждал Мадянитя. Понимаете, там нету конкретных инструкций, ему Бог написано, являлся, сказал, иди, ты победишь, потом он говорит, Бог, ну дай мне, там, вот эти знамения, шерсть мокрая, трава сухая, шерсть сухая, трава мокрая, Бог все дал, потом, как мы говорили, сон, там у него все равно ноги трясутся, иди в стан, иди посмотри, что ты победишь, потому что я думаю, что у Гедеона, у него уже родилась такая, он уже варился, он уже понимал, как будет побеждать, да, потом Бог упрал у него всех людей практически, оставил 30 человек, вот тут вот Бог говорил, много людей, много людей, я, ты победишь, много людей, мало тебе людей нужно, а вот уже сам план придумал сам Гедеон, потому что у Гедеона мозги хорошо работают, и, ну, Бог его всячески подвел к этому плану, я вот там вижу, как Бог его подвел к этим обстоятельствам, чтобы он придумал именно эту стратегию, да, почему 30 человек, да, потому что уже с 300 точно не пойдешь драться на мячах, ну, нету смысла вообще никакого, ты просто, вот, если они даже вот так вот все стоят, вот, ты устанешь их, наверное, там все убить, да, рубить, нереально, то есть он у него, Бог, вот, когда он убирает людей, он у него прям убирает эту вопрос, что драться вообще не надо, да, и он, ну, тогда, тогда кувшины, тогда вот эти вот, они забрали у всех людей кувшины, вернее, эти трубы, факела, накрыли, придумали вот это все, просто он придумал напугать, придумал панику ввести, было 300 человек, для чего 300 человек, почему, я вот думаю, если было 400, могла быть проблема, он мог бы так вот, ну, не догнать чувство, знаете, вот, они побежали с трех сторон на этот стан, на огромный стан, они с трех сторон побежали, а если побежали с четырех чем угодно, их бы разорвало бы, просто на людей было так много, их бы разорвало, а таким образом, когда было 300, получилась вот эта воронка, куда убегать, те в панике, вот тут друг друга бьют и туда убегают, дорога едет, не закрыли, понимаете, как вот, ну, иногда вот эти вот все вещи, они важны, чтобы мы вот, ну, действительно послушались Бога, выстояли, да, применили вот гибкость собственного ума, свое откровение и так далее, не хотел я про эти вещи, но они просто настолько интересны, что хочется про них сказать, потому что они, вот эти вот концовки, они связаны с этим началом, с началом призваний, Поэтому то, что мы должны делать, мы должны делать что-то, это первое, мы должны что-то делать, найти что-то делать, да, поэтому вот я и сказал, там в пятницу говорили, давайте учиться хотя бы, давайте начнем учиться, потому что, ну, это уже дело. И я вам показал, что вот в Ефесянам, в Ефисе, вернее, да, вот это пробуждение началось просто с того, что Павел начал учить людей каждый день, и получилось большое пробуждение, да, ну, также вот давайте вот как-то участвовать, да, ну, быть, во всяком случае, расположенными к тому, чтобы участвовать делать. Я вам, ну, могу чуть-чуть рассказывать про эту жизнь, жизнь посвященную, на самом деле, потому что, ну, как бы вот сейчас живу так. Вы понимаете, я, это, и я это не для того, чтобы хвалиться, а для того, чтобы вам вкус передать, потому что, на самом деле, нет ничего лучше, когда вот ты ощущаешь себя, что все, что ты делаешь, практически ты делаешь для Бога, в Боге, для Царства Божьего. Понимаете, вот для меня этим инструментом является сейчас центр реабилитации, да, и, ну, просто я его перечислю, да, вот у меня там есть машина, она служит Богу. Я играю на гитаре, и это служит Богу. Я пою, играю на гитаре и прославляю Бога, и делаю собрания для ребят, и это служит Богу. Я строю, как строитель, и это служит Богу. Я руководитель, организую какие-то вот эти моменты, и это служит Богу сейчас. Понимаете, и вот, ну, и вот эти вот все сферы моей жизни, они вот при таком устройстве моей жизни служат Богу. Понимаете, я не знаю, что мы должны сделать для того, чтобы вот вся наша жизнь по максимуму, ну, я говорю, 30, 60, 100, вот, как-то это, чтобы служило Богу. Понимаете, это сейчас очень трудно представить вот в том виде, как мы живем. Но если мы вдруг, ну, я уверен, что когда-то мы сможем приблизиться к этому. Я вспоминаю вот эту историю, когда я об этом говорю, приходит на ум вот эта история Фарнавы. О которой, знаете, так, ну, мы не любим говорить, когда нам читают. И вообще мы вот это место, давайте деяние откроем. Потому что я говорю, я когда жил в Райка, я понимал, да, вот оно. Понимаете, вот оно, когда ты находишься, живешь в сильном общении, и все, что ты делаешь, оно находится вот в Царстве Божьем, внутри этого, как бы, Царства. И потом, когда я уже жил здесь, и все, моя жизнь уже перестроилась, и все, что я помнил, это вкус этого, и понимание того, что это у меня было. Но я сейчас опять пошел в служение, в полное, и увидел, что оно есть, что оно работает, что это возможно. Вы понимаете, я просто хочу вам это передать, чтобы, ну, понятно, что вот сейчас нельзя, да, вот, оставить там свою работу и идти служить Богу. Для многих. А знаете, а для кого-то можно. И я уверен, что для кого-то можно. Оставить работу, продать свое имущество, и прийти и служить Богу. Но только нужно на пол найти, действительно, потому что, как я говорю, что когда продавались имущества, деньги приносились к ногам апостолов. Понимаете? И вот это, вы говорите, иногда, да, мы иногда хотим это смоделировать, да, что, ну, приносите деньги, продавайте все, приносите деньги. Но у людей было четкое понимание, что эти люди апостолы. Что эти люди служат Богу полностью. Вот полностью они служат Богу. Поэтому, когда вы будете находить таких людей, или будете находить такое служение, вот туда можно приходить. Ну, это я так верю, я так понимаю. Потому что все равно что-то должно быть. Понимаете? Где-то должно, ну, понимаете, вот, ну, я сам понимаю, мне нужны помощники. Мне нужны помощники для полного служения. Мне нужны помощники для того, чтобы, там, может быть, сделать центр реабилитации для женщин, да. Просто нужны люди, которые, вот, ну, захотят пойти. Я рад, что есть у нас в этом, в нашем союзе такой проект, как «Год для Иисуса». Понимаете? Мы здесь можем сделать что-то подобное. Ты можешь пойти служить не, да, не полностью, да, можешь попробовать, можешь пойти на год, да, можешь пойти на полгода. Сейчас людей на неделю не затачишь, понимаете? Не хочу вас ругать. Не подумайте, что я ругаю. Просто на эту тему не просто говорить. И, ну, говорить, я считаю, надо. Знаете? Потому что, ну, можно... Почему вот я говорю об этом? Почему я все-таки решился об этом говорить? Почему я говорю достаточно так открыто? И, ну, потому что время жалко мне. Понимаете? Потому что я понимаю, что когда-то кто-то из вас это поймет, что надо было. Что Бог влек. Что это, ну, чувствовалось. Но пройдет какое-то время, и просто будет время там потеряно. А что значит потерянное время? Потерянные какие-то спасенные души, которые именно могли быть спасены именно тобой, через тебя, через твое откровение, через твое призвание. Потому что когда входит один человек в призвание, за ним следует еще, ну, грубо говоря, цепочка людей, которые входят в свое призвание после него. Потому что, ну, действительно, вот это вот открытое призвание, да, вот как у Гидеома, он вошел в свое призвание, и 300 человек с ним еще вошли в свое призвание. 300 человек оказались на самом деле готовыми на полное посвящение, на полное служение. И давайте вот, я просто прочитаю, как было в церкви после Дня Пятидесятина. 32 стих, 4 глава Теяния. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени, если его не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося. Ибо все, которые владели землями и домами, продавали и приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосиф, прозванный от апостолов Варнавой, что значит сын утешения, Левит, родом Киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил на ногам апостолов». И я здесь не про деньги, если честно. Вы знаете, я здесь не про деньги. Потому что, ну, эту историю больше читают, когда про деньги, да, и когда вот. Вы знаете, я говорю, почему мы не любим, иногда, когда мы говорим, не хотим, да, и я не позволяю себе иногда об этом говорить. Ну, потому что существует некий стереотип, да, о секте, о том, что вот, секты там и так далее. Но вы понимаете, вот секты как раз, они, и те, которые люди нечестивые, они вот как раз не стесняются об этом говорили. Понимаете, они будут так говорить, что люди как раз будут приносить, просто вот потому, что действительно там есть вот это лжеучение и притягивание людей не туда. Знаете, что самое ценное здесь в этой истории? Что Варнамо, он пришел сам. Поэтому апостол Павел, он говорит, я не вашего ищу, я вас ищу. Я вас ищу, да. Просто вот, чтобы Варнамо пришел сам, ему нужно было принести то, что у него было. Потому что его желание, на самом деле, было прийти и быть в общении апостолов, был бы быть посылаемым. И мы видим, как Бог использовал его очень сильно. Именно его, именно с его особенным вот этим откровением, сын утешения. Он был какой-то вот особенный человек, который мог по-особенному смотреть на вещи. Вы понимаете, что может быть, если бы не было Варнамо, не было апостолов Павла. Потому что, или Павел бы просто очень долго рос к той позиции, к которой он вырос. Потому что Варнамо понял потенциал Павла и не испугался привести его к апостолам и сказать за него слово. Понимаете, это очень важно. Он привел его уже сразу туда, наверх. Поставил его на тот уровень, обозначил, сказал, вот это потенциал. Вот это мощь, вот это нужно. Понимаете, иначе Павел мог бы вот в этой вот своей такой тоже скромности очень долго выдвигаться к этой позиции. Понимаете? Потому что на самом деле Павлу потом была дана позиция. И он уже все-таки вошел в эти круги апостольские. Для того, чтобы быть посланным на служение. Но благодаря кому? Благодаря Варнаме. Благодаря Варнаме, то, что у него было особенный взгляд, особенное откровение, особенное сердце. Почему? Опять же, ну потому что вот он любил Бога. Ему важно было полностью быть посвященным Богом. И однажды он все оставил и пошел просто на полное служение сам. Поэтому вот, ну, я, мое сегодня весть, что, ну, понимаете, мы когда говорим о призвании, я не понимаю, как войти в призвание, не посвятив свою жизнь вот в эту полность. Понимаете, вот мне это трудно представить. Как войти в призвание, когда у тебя 90% суеты в своей жизни, и 10% ты просто ходишь в церковь. Как можно войти в свое призвание? Извините за то, что я такой прямой, вот сейчас открыто так об этом говорю. Трудно войти в свое призвание таким образом. Максимум, в какое призвание мы войдем, это вот в 30 крат. Да, я так думаю, да, вот в 30 крат. Станем вот этим. Слава Богу, мы будем говорить. Мы будем говорить, слава Богу, вот, пастору Ярославу, да, что спасибо, что ты вот, ну, такой отзывчивый, добрый, что вот на тебя можно положиться, у тебя можно что-то спросить, и ты, и ты сделаешь, ты вот, ну, не начнешь спорить там, или еще что-то. И это уже хорошо. Но мы теряем, ребят, мы теряем. Я, вот, вот сегодня я вам просто эту весть принес. Знаете, я вот пришел из этой, да, из этой пустыни, где я нахожусь, из-за вот этого служения в революционном центре. И вот такая реальность, что вот у вас сейчас тут проповедует человек, который вроде как бы, да, исполняющий обязанности пастора, но я так живу, понимаете? Я вот, ну, там, я пришел туда, у меня несколько машин, и все они служат. Они все, я как бы вам объясняю, я понимаю это, что вот для того, чтобы центр там двигался, чтобы ребят спасать, нужно создать условия. Нужно вот в это вот, ну, как бы вот вложиться. Можно быть такими вот, ну, как бы нищими, как я некоторые там, репцентраты уже вижу, что у них там какая-то сломанная восьмерка, которая все время ломается, они не могут приехать на работу там и так далее. У моих митсубисек, понимаете? И я даю ее ездить, понимаете? И независимо от того, что мне уже на бампер разбили, труб помяли, прежние руководители центра, я вообще за это не переживаю, понимаете? Я смотрю на нее, и я радуюсь, что мне пофигу, да, этой машины. Потому что меня интересует, извините за такое выражение, что, ну, меня интересует дело Божье. Я очень хочу, чтобы дело Божье двигалось. Я очень хочу, чтобы люди спаслись, спасались, чтобы вот, ну, наконец-то заработало, чтобы вот хоть кто-то, да, там, может быть, вдохновился моим примером, да, и тоже захотел, и жить в этом, и чувствовать это ощущение. Не думайте, что я хочу вот мое желание сейчас вот всех вас подорвать, чтобы вы подорвались. Нет, я вам мечту закладываю, мечту закладываю. Мечтайте, чтобы однажды вы оглянулись на свою жизнь и увидели, и сказали, а я ведь полностью в деле Божьем. Я ведь полностью в деле Божьем, и мои нужды как бы покрыты, и я там, даже то, что вот я работаю, я вот в Царстве Божьем, и это по-настоящему. Потому что, ну, на самом деле, вот, ну, Бог нуждается в адекватных людях. Еще, знаете, что такое беззаконие? Есть у нас сегодня немножко времени. А можно водички дать? Есть у нас? Давайте откроем тоже судьи. Ладно, я им так расскажу, чтобы быстрее было. Может быть, вы помните такую притчу о деревах? Когда, и эту притчу рассказывает единственный выживший сын вот этого Гидеона, у него было 70 сыновей, и один еще был сын Абимилет, который был рожден от наложницы. И вот этот вот сын от наложницы вдруг однажды пошел, подговорил жителей Сихема, и они убили всех 70, сказал, я буду царство, зачем ему, чтобы над вами царствовали 70. Ну, не лучше, что я один буду царствовать. И вот он подговорил, и у всех 70 сыновей Гидеона убили. И выжил только один. И вот этот выживший убежал, потом встал на высокой горе и начал кричать, и прокачал такую притчу, что однажды дерева договорились, и сказали, пойдем поставим над собой царя. И пришли к маму, помните, пришли к маслине, говорят, иди царство над нами, ну неужели я оставлю сейчас вот масло свое и пойду скитаться по деревам. Нет. Потом пришли к Аливе. Потом пришли к Аливе, Аливе тоже самое говорят, пришли к виноградной лозе, она говорит, оставлю лесу, мой, которым я пою царей. И тогда они пошли к Терновнику, опять, это то, что мы говорим, что такое беззаконие. И Терновник говорит, ну да, если вы искренне хотите, чтобы я был над вами царем, ну пойдете, тогда укроете эту притву яку мою. А если нет, не искренне, то пусть выйдет огонь из Терновника и попалит вас. То есть, если беззаконие, то беззаконие. И вот о чем я здесь увидел, в чем на самом деле беззаконие, в чем проблема, откуда ноги растут. Часто. Почему вот часто происходит то, что происходит? Потому что те потенциальные люди, те потенциальные лидеры, которые знают, что они могут на самом деле, они не идут, не встают и не делают. У них находится оправдание, у них находится их роль, их первое предназначение, да, первые 30 крат я уже вот это вот делаю, как вот эти дерева сказали. Я уже вот это вот делаю, зачем мне вот это нужно? И они не встают. И тогда приходят к терновнику, а терновник, он, как Герасим, на все согласен. И идите и укройтесь. И написано, и вышел огонь из терновника, и попалил, да, дерева. И это то, что происходит часто с народом Божьим. Понимаете, почему это происходит? Потому что лидеры, которые потенциально лидеры, потому что люди, которые действительно, ну, понимают, да, которые действительно настоящие христиане внутри себя, да, которые могли бы делать, потому что они, ну, они находятся на своих работах, на своих местах, они там хорошо делают свою работу. Но для Царства Божьего они не откликаются, они не отзываются, они на следующий уровень не переходят. А люди бесполезные, знаете, они готовы. И поэтому мы удивляемся. Чего же этот пастор там не понимает ничего вообще? Как он может учить? Да он такому там учит, да. И вот там мы над этим всем удивляемся. А почему? А потому что ты не встал. Однажды. Понимаете? Потому что ты не встал однажды. И поэтому вот так вот и будет происходить. Понимаете? Потому что люди негодные, они не думают, они не глубокие. Они не думают. Они хотят. Они хотят власть. Почему они хотят власть? Чтобы управлять. Потому что у них есть гордость. Потому что им хочется управлять. Им хочется, чтобы они видели, думали. Им хочется, им нравится позиция, им нравится одежда. Но вы знаете, почему я говорю вам это сегодня? Потому что я верю, что вот, ну, вот настоящим людям им труднее на это согласиться. И мы смотрим в Моисей, да? Пошли к кому-то другому. Пошли к другому. Он на самом деле, вот понимаете, вот он был годен уже для этого. Поэтому если у тебя сегодня тоже возникает вот вопрос. Может быть вот кто-то другой, или почему я это тебе подтверждение того, что ты для этой позиции. Именно то, что ты скромный. Именно то, что ты кроткий. Именно то, что ты не вызываешься на эту позицию. Он говорит тебе, что Бог может использовать тебя. Понимаете? Бог может использовать тебя. И, ну, понимаете, и поэтому я вот вам в пятницу тоже, ну, как вы сказал, почему мне пришлось уже встать и начать делать. Ну, потому что я увидел, что есть много людей, которые делают, но у которых нет к этому талантов, нет к этому даров и так далее. И я увидел в этом беззаконие, я увидел в этом действительно проблему. Да? И мне на самом деле, я понимал, что, ну, ведь, ну, некоторые хотят быть пастором. Вы понимаете, что, ну, вот сейчас зрелые пастора, там, слушаешь, Актура Симоняна или там такого, как Александр Шевченко, они за голову берутся. Они говорят, не вздумайте, ребята, если это не признание Божье, не вздумайте там, да, пойти вот в это. Потому что это, ну, это очень сложно. Потому что это, ну, ты будешь стоять, например, в тебя все. И ты это все будешь тянуть, ты всех будешь там уговаривать. Сейчас вот у них там саммит по перегоранию, там, да, если кто мировые новости там смотрит. Да, очень интересная такая вещь. Ну, я почему, я хочу это предгослетить. Вы знаете, я хочу все-таки поверить, что мы можем пойти другим путем. Я хочу поверить в сильную команду. Я хочу вот еще раз вас призвать к тому, чтобы мы постарались вставать, постарались встать, чтобы мы не возлагали все на лидеров только, да, на тех, кто служит, чтобы мы не были просто вот, ну, людьми, которые, ну, отказываются тут. Нежно, спокойно, кройко, ведь это правильно. Ну, и я вам скажу, да, действительно, это, ну, правильно, да. Но это подтверждение того, что ты должен, ты можешь встать, это должно быть, это, поэтому вот в этом беззаконии заключается, что терния, люди негодные, они хотят, они встают на эти позиции, и они будут продолжать вставать на эти позиции, они будут занимать эти позиции. А те, кому эти позиции действительно принадлежат, те, кто рождены для этих позиций, те, которые воспитывались, да, уже для этого, они как-то раз, ну, а зачем они? Зачем? Ну, на самом деле нет. Мы должны понять, что вот Дух Христа, он говорит, вот я, пошли меня. Вот это Дух Христа, вот это Дух Христианства. Когда в Исаии, да, Исаии слышали эти слова, на него говорят, кого послать, кто пойдет за нас? И ведь Исаии говорил, и я сказал, вот, я, пошли меня. Потому что в нем был Дух Христа. Понимаете, вот Дух Христа, он не может быть другой, понимаете, он действительно вот, он откликается, понимаете, потому что вот, ну, действительно нужно, нужны христиане, нужны твои особенные дары, нужна твоя включенность, нужно вот именно то, что ты можешь привнести, да, то, где ты будешь кем-то, чем-то, да. И я говорю, что вот в той модели, которую мы сейчас видим в церкви, это очень трудно. Но если мы пойдем и будем пытаться как-то развивать модель общины, да, общины, да, где мы можем и дело какое-то делать, да, и жить как-то ближе друг к другу, и быть увлеченным в одно дело, я в это верю. Вот, поэтому я этим увлечен, и я именно этим с вами делюсь, чтобы вы просто мечтали, чтобы когда-то это, может быть, наступило, настало, чтобы мы не просто на работу ходили, а в церковь приходили, а чтобы мы работали уже в каком-то христианском деле, все вместе в одном, вот вкладывались в него полностью, его размывались, и у нас зарплаты были больше, чем у мирских, понимаете? Чтобы вот так вот однажды были, чтобы нужны были покрыты. Не знаю, как мы туда придем, но верю, что мы туда придем. Не придем, мы придут дети, мы начнем. Вот, поэтому я по-другому не вижу, говорю, что по-настоящему, где мы можем, как мы можем раскрыть свой потенциал. Я вам говорю, я вот уже был в Реду, и я видел, как это работает. Когда рядом с тобой живут люди полное время, они не приезжают просто тебе послужить, они живут там вместе с тобой, они духовные, они уже служат теми дарами, которые у них есть, да, и они приумножают. И еще вот эта вот вещь, как преумножение, да, вот этих дорог, то, что, ну, кому это было дано. Три таланта, пять талантов, десять талантов, и тот, кто… И они каждый из них приумножили, да. И потом, кто был десять, у него забрали того, у кого был один, и он его не использовал. Ведь вот, ну, мы же иногда не отдаем вот этого отчета, что сказал вот этот человек, который не использовал таланта. Он говорит, я забыл, потому что боялся фото. Понимаете? Это вот, если вот мы читаем на самом деле, и если вот мы не увидим, что это на самом деле мы часто, это вот наша модель поведения часто. Мы верные, мы сохранили, мы ничего плохого не сделали, вот, пожалуйста, я готов, все нормально, возьми меня. А он тебе говорит, ты лукавый людьми, ты не приумножил. Понимаете? Ты сидел. Понимаете? Ты ничего не сделал. А остальные приумножили. Поэтому я, ну, мой пример, просто вот, я это пишу на своей жизни. Я когда-то был в этом, и первое, что я умел делать, это вот я умел чуть-чуть строить, был способный, и уже умел играть на гитаре. Я уже пришел, я помню даже, действительно, я думаю, Бог меня увидел еще когда я на улице. Я любил играть эту песню, и встречал, и рыбачил апостол Андрея. Я ее подобрал, и у меня аккорды были неправильные, но я так любил ее петь, она меня трогала еще тогда. Я вот смотрел, она действительно такая красивая, встречал, и рыбачил апостол Андрея, и я вот ее выпивал. И я верю, что Бог увидел меня, и говорит, ты мне нужен как певец. И первое время я был вот певцом, то есть там вот через год меня взяли в Самару, потому что я умел строить, я тут ходил, потому что центр только встроился, и я уже умел петь. И я уже не стеснялся петь, я уже вот пел, как я мог, в голос там, потому что опыт до этого уже был. Вот так вот Бог закладывал. И я был очень такой, все равно стесненный, супершен, что Реду такая духовная организация, там, ценились такой сильный характер, чтобы ты был ответственный, чтобы ты ругаться, ругать мог. Я еще даже, ну, первый вопрос, который я поднял на общем собрании, я думаю, неужели вот ответственный ругает? Почему вот ответственный должен всегда ругать? Там был такой стереотип. Люди, когда становились ответственными, все равно, что он другого ругает. И вот, ну, был такой стереотип, понимаете, вот чуть-чуть. И, действительно, люди не понимали ничего христианское, не любили ничего другого. Потому что они ответственные, потому что им ответственность дали, и там уже человек уже, не знаю, были такие профессионалы в этом, что вообще все убить хотели просто, да? Ну, просто вот. И я не терпит на улице поймал людей. А у меня не было этого качества. Не умел я ругать. Сейчас научился чуть-чуть. И ответственный толк он даже не был. И как тут характера не было. И проповедовать любил. Но я уже видел, что такой лидер, что такой духовный человек, что тот человек, который проповедует, ему и тут спрашивают. Он так вот, ну, все в уважении. Не хотелось тоже вот эту вот позицию. Но, слава Богу, что я не занял эту позицию, мне Бог так потихоньку повел то, что... Вообще ведь он пленал влюбился, Я просто играл, строил, играл и строил. И вот то, что я играл, и то, что я строил, мне дало авторитет в моей жизни. Когда уже начали спрашивать, как правильно играть, как правильно строить, Потому, что я хотел, чтобы меня сразу начали спрашивать, а как правильно жить. Я однажды послушал проповедь, у нас там один парень говорил, и он говорит, вот если ты будешь такой, такой, вот так тебе однажды подойдет парень и скажет, дай мне советую о жизни. Вы не представляете, через два дня ко мне под мой парень, и он мне с тобой поговорит. Я думаю, вот это умолеет. Знаете, что он меня спросил? Ну, тебе штаны надо зашить, ты же зашиваешь. Ладно, я ничего не подумал. Говорите, ладно, я ничего не подумал. Я огорчился, но я помог ему зашить штаны. Но меня тем самым, я шлепнулся на землю, и все, и ладно. Потому что, ну, мы сразу иногда хотим позицию, сразу только амбиции вот эти, хочу быть лидером. А мне вот надо было строить и играть. И постепенно, 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 раз, и я начал проповедовать потихоньку, потому что ревновал. Генерал, что я обрастал, 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 потому что он ушел на улицу, вот я говорю, научился уже организовывать дело, организовывать, строить, там, и так далее. И я верю, что далее все это к чему пришло, да? Что нужно стать пастором. Ну, я-то не особо хочу, но служить Богу хочу. И готов пробовать, готов пробовать, потому что, ну, я знаю, что есть люди хуже, понимаете? Поэтому, не потому что я там хороший вообще, а потому что есть хуже. И лучше, все-таки я знаю, что я христианин, я знаю, что у меня есть откровения, я знаю, что Бог со мной говорит, поэтому, ну, куда ведет, туда ведет, да? Поэтому, ну, я как пример просто, понимаете, я чуть-чуть вам, вот, свой путь небольшой, да, я верю, видимо, еще что-то будет, что-то, да, куда-то нас Бог поведет. Просто хочу, опять же, не думайте, что я хочу отличить, нет. Я хочу вдохновить, я хочу вас вдохновить в Арнаве не тем, что вот он деньги привез, а тем, что он сам пришел. Понимаете, просто вот он продал, чтобы ему это не мешало, да? Поэтому, как в наше время это все должно выглядеть, я не знаю. Но я говорю, что часто мы, если мы не пойдем на какие-то шаги, там, да, или не будем об этом мечтать, ну, вот так и просидим. Так и просто вот скажем Богу, ну, я, я сохранил спасение, я спасен, я сохранил спасение. Но мы же не для этого суда, мы же не для этого, понимаете? Вот, аминь. Простите меня за там всякие мои преды. Маленький пример про Неемию, то же самое, то же самое. В его сердце он увидел, он услышал, что вот Иерусалим стоит без стен. Вот как это работает. Он слышит, Иерусалим без стен для него доходит. И он что, начинает макриться, ох, я переживаю, я переживаю, я переживаю за это. И что Бог делает? Иди и делай. Понимаете, как это работает? Понимаете? Поэтому если мы переживаем за ту ситуацию, которая есть в городе, там, я не знаю, в доме у нас, в гостях, там, и так далее, это говорит нам о том, что мы уже готовы к тому, чтобы Бог, может быть, нас посылал куда-то. Понимаете, если мы за что-то переживаем, делай. Это то, что Бог сделал с Неемией. И он все грамотно уже организовал. Он уверил, что у него, да, у него есть деньги, у него есть ресурсы. И он так интересно все делал. Там написано, что он когда там строил, и он кормил всех там. Он был облаченачальником, как бы посланник, ему должны были. Он говорит, я не прав, я не прав, я знал, как народ живет. И он говорит, я еще стол собирал для знаков. Он там их, ну, постоянно, понимаете? Поэтому вот тоже отличнейший пример вхождения в свое призвание, да? И он действительно это организовал, это отстроил, там, всех уговорил. При этом нужно было там поругал их там за то, что они других людей обирали, там, да? Он всех вдохновил, организовал этот процесс, весь в это вложился. Понимаете? Он вложился в это весь. Ему так было хорошо, у царя будет веначатый, правильно? И это уже призвание, это уже уровень, это уже условие для тебя, для твоей семьи. Ну, вот это переживание, оно его выдергивает из этого комфорта и говорит, я могу тебя использовать. Понимаете, вот у нас есть это. Мы, ну, много можно об этом говорить, но давайте помолимся и уже закончим сегодняшнее собрание. Ключи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok